доброго времени суток это канал котельный доктор шум из котла распространенная проблема часто шум может быть писк может быть гул вой шипение как в чайнике довольно таки распространенная проблема часто не задавали вопросы вот хочу вам показать откуда она берется и как ее устранить приступим открываем горячую воду котел запускается начинает модулировать горелкой слушаем внимательно привидение скажите вы нет здесь нет никакой мистики загадочные звуки для пользователя но очень очень понятны для мастера в основном это накипь в теплообменники в первую очередь происходит такой эффект как кавитация он называется кавитация это маленькие пузырьки пара схлопывающиеся с очень высокой частотой насколько я помню нескольких тысяч атмосфер достигает давление в этих пузырьках и частота их может быть 50 герц и выше вот поэтому может быть его и шипение и тому подобное от этих болезней замечательно помогает промывка теплообменника обратите внимание что котел 15 года вот ему прошло как раз пять лет то есть 15 год по серийному номеру мы определяем при этом он у нас не шумит не гудит на отопление шумит он только на гвс все верно потому что у нас на гвс работает практически он на полную мощность а на отопление особенно про терм и вайланд работают по двум датчикам и шафоте также он работает довольно точно и лишнего газа расходовать не будет при такой ситуации в первую очередь смотрите оба теплообменника на вопрос их промывки в кислотной до восстановление теплопередачи до примерно заводских показателей а также смотрите фильтр который установлен с правой стороны наверху на теплообменнике достать его можно маленькой отверткой после этого все ваши проблемы шум тоже уйдет также такой гул вы можете слышать на длинных теплообменниках где в конвекционном котле допустим про термпантера или вайланд турботек 32 киловатта 36 киловатт может быть гул даже с завода на новых теплообменниках как правило это гарантийный случай я меняю такие теплообменники по гарантии потому что никаких гулов из котла при работе на гвс завода быть не должно вот почему у нас есть ограничение по мощности в конвекционных котлах а конденсационные котлы уже могут настенные быть гораздо большими мощностями это был канал котельный доктор сейчас промоем теплообменник и этому котлу еще жить и жить